МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» Программа «Влияние» спасибо, что вы с нами на влиянии этим прекрасным утром, прекрасным вечером. Я знаю, что вы будете благословены. Огромная благодарность вам, друзья, за то, что вы любите нас, а мы также любим взаимно вас. Как одна семья, как одно целое, а если вы являетесь частью команды «Импакт», как одна семья, я говорю, welcome всегда. Спасибо, что вы с нами, а мы и с вами. Поэтому у меня специальный гость. Мой друг уже много лет, Юра Аскеров. Приветствую. Ты не первый раз. У нас были интересные темы, связанные с местоположением Израиля в современном обществе в свое время. Сегодня мы будем говорить с тобой, Юра, относительно такой важной, важной темы, очень важной, такого аспекта в наших взаимоотношениях, будем, может, касаться более церковного нашего сообщества, относительно темы душепопечения. И ты проводишь семинары. Я бы, так скажу откровенно, хотел бы более чаще привлекать тебя, поощрять тебя к тому, чтобы мы более чаще встречались на влиянии, пока не все от нас зависит. Мы говорили об этом с тобой до эфира. Но ряд из семинаров, которые ты проводил, я имел честь с некоторыми знакомиться лично, даже не говоря тебе об этом, действительно достойны того, чтобы поблагодарить Господа за тебя, за то, что действительно ты углубляешься в ряд тем, настолько они важны, настолько они на злобу дня, наши христиан, что, кстати, у тебя есть какой-то материал, да? Где-то возможно его смотреть, материал, или приобретать. Мы, кстати, не обговорили эти детали до эфира, но, тем не менее, наверное, в конце программы объявим твой телефон, если возможно, да? Хорошо. Да. Поэтому душепопечение и важность этой истины в рамках современной церкви. Настолько современная церковь, она пестра, пестра, то есть, когда я говорю пестра, это настолько она многогранна, переливается разными красками, разными гранями, разными исповеданиями, разными подходами, разными формами служения, очень разно, огромное разнообразие, но объединяет, все это разнообразие объединяет одно. очень много, к сожалению, и к глубокому прискорбию, очень много одинаковых проблем. И эти проблемы служители, лидеры церквей должны решать с Божьей помощью. Вы знаете, это правда, да. И мы сегодня, видя церковь, мы сегодня видим людей, ну а за людьми мы видим обычно их проблемы. Почему? Ну, во-первых, это часто бывает остаточное явление в жизни человека. Например, человек пришел в церковь Божью, человек радостный, человек благословенный, но у него еще, извините, мышление, все, оно осталось мирским. Какой-то рюкзак еще есть. Да, да, да. И почему Писание говорит о том, что нужно обновление нашего разума, обновление Божьим Словом, обновлением, говорится, тем Писанием, которое мы читаем. Почему? Потому что это прямое послание Небесного Отца Его любящим детям. Отец пишет послание. И одну из, будем так говорить, книг Писания, это притчи Соломона, он писал как бы своему сыну. Он говорит, сын мой, слушай наставление Отца твоего и наставление Матери твоей, и он говорит, что это прекрасное для тебя в жизни. Дальше, друзья, очень часто мы попадаем в проблемы. Но почему? Потому что Бог формирует нас. Вот мы знаем с вами одного человека, это наш хороший знакомый Володя Вронский с города Нововолынска. Есть такой, да. Это благословеннейший брат, это мой друг, это прекрасный друг, это товарищ, это пастырь. Все эпитеты, которые можно сказать за этого человека, я говорю. Однажды в его жизни было то, что он начал группы на 15-м микрорайоне в городе Нововолынске. И он меня пригласил туда, чтобы я помогал ему. И однажды он мне говорит, Юл, ну что-то не то. Но люди приходят, у меня депрессия, у меня депрессия, у меня депрессия. Я говорю, господи, что это такое? Я не знаю, что такое депрессия. И он попросил, господи, дай мне, пожалуйста, хотя бы один раз в жизни почувствовать, что такое депрессия. Это его молитва была? Да, это была его молитва. Почему? Но я считаю, это пастырская молитва. Потому что он должен понимать тех людей, которые с ним. И однажды Господь дал ему попробовать, что такое депрессия. После этого он больше не задавал вопросы. После этого он больше не говорил людям, у меня этого нету. После этого этот человек начинал помогать, начинал благословлять, начинал входить в эту проблему, помогал людям найти корни этой проблемы, помогал людям выйти из этих проблем. И это было прекрасно. Юра, знаешь ли ты статистику, это вещь упрямая, так как и факты вещь упрямая, что 78 и 80 процентов пастырей американских, они проходили или проходят депрессию в той или иной форме или глубине. Я не знаю, наши славяне к этой статистике относятся или нет, если ты занимаешься душепопечением. Хорошо, Юра, это очень хороший вопрос. Очень. Почему он очень хороший? Ну, статистика говорит, да, 80 процентов, я знаю цифру 80 процентов. И 80 процентов не только американских пастырей, но плюс и наши славянские пастыря. И я над этим размышлял и задавал вопрос, почему? И вот один из примеров, почему? Нету друзей, нету тех, одиночества. Да, одиночества. И когда я учился в КБИ, у нас Решетинский Валерий вел тему лидерства, и он говорил, цена лидерства, одиночества. И когда я был помощником пастыря в одной из... Это он говорил в позитиве или в негатив? Наверное, что в негатив. Почему? Потому что есть вещи, за которые мы платим. Извините, все в этом мире мы платим. Даже мышка за сыр в мышеловке, она платит. Мы за все платим. И мы поднимаем, чем больше мы поднимаемся по ступеням выше, тем, как говорится, наша независимость остается меньше, меньше и меньше. Я с этим встретился, когда нес маленькое служение в нашем городе. Почему? Потому что, чем больше я поднимался по ступеням выше, тем меньше у меня было свободного времени. Тем меньше у меня было друзей, с которыми я мог поделиться. Потому что, однажды, одному человеку я сказал, Сережа, помолись, пожалуйста, за меня. У меня проблема. И вы знаете, через год он мне сказал, я две недели был в депрессии. Я говорю, Сереженька, а почему ты был в депрессии? Скажи, пожалуйста, дорогой, я же тебе не обидел ничем, я же плохого слова не сказал, я же тебе ничего не сделал. Он мне ответил на этот вопрос. И он сказал, у вас была депрессия. То есть, у вас была проблема. А из-за того, что у вас была проблема, у меня была депрессия. Такой вопрос, Юра. Вот у тебя эта тема, она очень остра. Я так заметил, даже в семинарах. Когда ты пришел к Богу много-много лет назад, заметил ли ты что-то то, чтобы ты хотел видеть в церкви, то, что не оказалось, то есть, ожидаемые чаяния твои, они, так сказать, не были реализованы? Да, и это было. Почему? Потому что я был человек с неверующей семьей. Я покаялся в церкви города Нововолынска. Это была советнейшая церковь. Я везде, где я езжу, и Америка, и Украина, и Россия, где я не езжу, я говорю за эту церковь. Почему? Потому что это церковь моего духовного рождения. Люди не шли пить кофе в воскресенье, люди не шли где-то отдыхать, люди выходили, да, люди выходили на улицу. И вот однажды, это было 4 мая 1984 года, они увидели двух молодых парней. И они подошли, начали говорить. Ну, конечно, я отказывался, я даже нагрубил им, но был бы неверующий друг, с которым я учился в школе, с которым я учился впоследствии в училище. И этот человек сказал, Юра, а что, если ты пойдешь, у тебя что, корона упадет, или что? Я говорю, дорогой, да не упадет, пошли. Я не понимал тогда, что это был мой первый визит в ту церковь, с которой у меня будет связана практически вся жизнь. И получилось так, через месяц, это было 11 июля, я каялся в этой церкви, то есть июня, это было огромное благословение для меня, это было огромное переживание, ну, переживание примерно так, если бы на стол поставить большую глыбу льда, и вылить на нее кипяток, то есть мы увидели, что происходит с этим льдом. То есть он начинает таять довольно быстро, и я почувствовал, что-то такое, но начало у меня происходить внутри. И потом, как ветер ушло от меня, я встал, развел руки, говорю, Господи, что со мной? На душе легкость, в голове радость, ну, извините, в народе есть, говорят, такая пословица, я где-то на каком-то небе, и я спрашивал людей, скажите, что со мной? Они говорили, Божье прикосновение к тебе, но через три дня, буквально три дня, у меня была сильнейшая загрузка, у меня была депрессия. Я думал, я спрашивал, Господь, что такое? Вроде я ничего не сделал, вроде что-то такого, ничего, но почему это? И спустя многие года я понял, что это было начало Божьего обучения. Для чего? Чтобы я в своей жизни мог работать именно с этими людьми, чтобы я в своей жизни никогда не сказал, ребята, ну, со мной этого не было, ну, извините, пожалуйста. И Бог, когда начинает учить, Он проводит человека этими ступенями. Для чего? Потому что, когда человек, вот даже за Иисуса сказано, что он через страдания навык имел, через страдания навык, так же само и мы через определенные вещи в нашей жизни мы имеем навык. Мы имеем навык послушания, мы имеем навык милосердия, мы имеем навык сострадания. Но лучше бы это случилось с кем-то другим, но не со мной. Я понимаю. В народе говорят, лучше учиться на чужих ошибках. Я понимаю. Это очень хорошо. Но, с другой стороны, это важно пройти, для того, чтобы в последствии не обидеть человека. Вот мы говорим насчет служения, да, служителей. Давай мы опустимся в плоскость, скажем, просто регулярных посетителей церквей. Вот они обременены такой проблемой, как то, о чем мы говорим с тобой. Да. депрессия. Да. И я хотел бы сказать, что депрессия очень часто. И когда я готовил семинар на Братскую, вы знаете, более 20-30 методов или путей, как депрессия приходит в нашу жизнь. Вплоть один из них, это чисто наша физиология. Есть несколько дней в месяце, когда мы на вершине, то есть у нас радость, у нас бодрость, у нас все, но есть несколько дней, когда мы сидим внизу. Это наша физиология. Понимаю. Это наша физиология. Снова же. И получается так. Человек встает утром. У него все хорошо, у него все прекрасно. Аллилуйя, слава Богу, у человека день начинается хорошо, радостный, веселый, довольный, счастливый. И все, что можно говорить по этому. На другой же день он встает и, извините, уныние, и он задает вопрос Господь, а что я сделал? А ничего ты не сделал. Просто пришла вот эта физиология. То есть, как говорится, этап, когда ты сидишь внизу. То есть, когда, ну, в своем психологическом, как говорится, ты в самом низу. Но есть же депрессия как результат чего-то другого. Я понимаю. Я же говорю, и в более 20 лет. Мы туда идем, да? Да, да, да. Мы туда идем. С другой стороны, мы возьмем, просто сейчас такой пример просится. Человек что-то сделал. Дальше. Он идет к служителю на исповедь. Это то, что мы понимаем по Писанию. И мы понимаем, что это то, что говорит Писание, и влечет человека туда. Человек хочет быть свободным, человек хочет быть радостным, человек хочет, чтобы у него не было уныния, чтобы у него не было того состояния, в котором он находится. Он искренне исповедуется служителю. И он уходит от служителя после молитвы с надеждой. Да, с надеждой. Но ничего нету. Но ничего нету. Что тогда? Почему? И вы знаете, друзья, здесь очень интересная вещь. Здесь работают наши эмоции. Почему? Дело в том, что Писание не говорит нам сегодня и не учит нас верить эмоционально. По Писанию я в большинстве вижу эмоции, это скрипка сатаны, на которой он играет. Играет. Ну, плюс к этому, я прошу прощения, эмоции, как часть того творения, что Бог вложил в нас, это не есть плохо. Я понимаю. Потому что мы можем использовать эмоции для того, чтобы славить Бога, для того, чтобы радоваться друг с другом, общаться друг с другом, выражать свой восторг там чем-то или кем-то. То есть есть и нормальная сторона эмоций. А есть то, что использует дьявол. Продолжаем. Я хотел к этому вернуться. Пожалуйста. Я хотел к этому вернуться. Но я просто хочу вернуться к тому случаю, за который я говорю. И человек начинает, приходит второй раз. Приходит третий, четвертый, пятый, шестой, но оно ничего не помогает. Писание не говорит нам верить эмоциями. Писание говорит нам верить Божьему Слову. А Божье Слово говорит, что Бог праведен истинно, простит нас и освободит нас от всякой неправды. То есть это Божье Слово. Это написал Бог. Значит, это истина. Но вы говорите правильные вещи. А теперь давайте посмотрим предназначение наших эмоций. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, всею душою твоей. То есть эмоции часть души. Да, да, да. Дальше. Радуйтесь о Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Смотрите, для эмоций в священном Писании в нашей жизни есть свое место. Потому что эмоции это то, что мы выражаем, как говорится, своей душой. Мы выражаем благодарность. Однажды в нашем городе нас остановили вроде учителя. Мы сейчас с моим другом радовались. Ну, мы люди, которые пришли с мира. И, извините, Бог сделал и в его, и в моей жизни чудо. Меня освободил от довольно страшного заболевания и его тоже. Мы шли и радовались. И эти люди сказали, ребята, почему вы такие веселые, почему вы радуетесь? И мы начали объяснять, мы радуемся не потому, что у нас хорошие зарплаты, у нас их нет. Мы не радуемся, потому что у нас хорошие дома, у нас тоже их нет. Мы не радуемся чему-то другому, но у нас есть радость. Мы сегодня радуемся о Боге. Почему? Потому что Он нашел нас в этом мире. Это самое главное. Дальше. У меня была проблема. Мне сказали врачи 2-3 года, и мне понемножку будут отрезать ноги, пока не отрежут одну ногу, заболевание перекидается на другую ногу, и пока я не буду полностью, как говорится, без ног, а дальше приходит уже фатальный результат. Бог исцелил. Я сегодня хожу взаймы на своих собственных ногах. Я могу поднять свои штаны, у меня мои ноги, у меня не протезы. Я хожу, и это радость. Далее. Я благодарю Бога за то, что Бог дал мне семью. Я благодарю Бога за то, что Бог благословил. Я благодарю Бога за то, что Он поменял мое предназначение. Почему? Когда-то у меня лежало направление высшее военное и политическое училище пограничных войск КГБ. Оно лежало. И я, будучи неверующим, я думал, я не представлял себе судьбы другой, кроме офицера КГБ. Мой отец, у него было как бы две направления в их династии. Одна это мусульманские священники, а другая это офицеры советской армии, кадровые офицеры. И он мне постоянно настраивал, сынок, ты должен быть офицером, ты должен служить родине. И вы знаете, я это брал, как говорится, для себя. Я изучал стратегию Второй мировой войны, я изучал тактики, битвы, все. Но Бог повернул мою судьбу совсем в другое русло. Да, у меня произошла трагедия, и я должен был уехать. Я уехал, и долгое время я жил в Ульяновской области на родине Суслова. Потом я приехал обратно в Нововолынск, и Бог благословил меня покаянием. Он дал мне покаяние. Я не говорю, что покаялся я, потому что я был далеко от этого. Бог дал покаяние. И я уже рассказал, как это было. Мой неверующий друг попросил меня пойти в церковь, и я пошел. Хорошо. И мы видим, что после этого Бог изменил судьбу, и я благодарен за это. То есть эмоции сейчас? Ты можешь выражать свои эмоции в позитив. Да. Дальше. Мы говорили этим женщинам. Наши родители земные, они скоро уйдут. Мы понимаем. Ну, мой отец уже, ну, оставалось ему пару лет. До смерти и коленому отцу. Но на небесах мы имеем отца, который никогда не умирает, который живой всегда, для которого 24 часа в день наши, то есть его двери открыты. Любая наша просьба, любая наша молитва, она долетает до него. То есть мы радуемся об этом. Мы радуемся, что мы не сами. Мы радуемся, что мы не сироты. Мы радуемся, что у нас на небесах есть отец, который дал залог в наши сердца Духа Святого. И вы знаете, был один и тот же случай. Мы ехали с другом поезде. Ну, о чем могут говорить евангелисты? Конечно, о Боге. Ну, да. Ну, с нами сидела напротив женщина, плацкартный вагон, ходили люди, и мы только начали ей говорить о Христе, она нас оборвала грубо и сказала, не надо. Мы удивились, почему не надо, что не надо. Так, ходят тут всякие, дома надоели, на работе надоели, думала, в поезде отдохну, и в поезде достали. Ну, мы посмотрели, говорю, женщина, можно мы просто будем говорить про обыкновенные бытовые темы? Пожалуйста. И мы начали говорить до того, пока эта хозяйка не сказала, вы знаете, какие классные ребята со мной едут. Я говорю, а в чем мы классные? Ну, как, вы не пьете, вы не курите, вы не ругаетесь, вы не пошлите ничего. И я сказал, женщина, можно мы расскажем немножко, кем мы были и кем сделал он нас? Мы начали говорить. И мой друг имел побуждение проигрывать, женщина, можно мы помолимся за вас? Говорит, помолитесь. Смотрите, то она не хотела слово слушать, то уже помолитесь. И когда мы кончили, она говорит, со мной что-то происходит. Что с вами происходит? Говорит, по мне огонь с ног до головы, с головы до ног. Мы говорим, это тот, за которого мы говорили. Смотрите, мы радуемся. Благосоверные, мы радуемся. Почему? Потому что Бог дал нам что-то. И я понимаю, у меня много болезней. Возможно, год, два, три, я не знаю сколько. Возможно, я уйду, но я знаю одно. Я буду с ним на небесах, потому что это мой отец. Отец это тот, кто дает жизнь ребенку. Это тот, кто ведет его, то есть учит. И тот, кто ведет его к совершенству, то есть к духовной зрелости. Плюс к этому, я бы хотел добавить, что слезы или скорбь. Это тоже часть эмоций. И мы не роботы, которые не имеют эмоций. Но мы в состоянии эти эмоции контролировать. Почему Давид говорит, душа моя, обращаясь к эмоциям, душа моя, надейся на Господа. То есть он дает приказ своим эмоциям или своей душе. И она ему повинуется. То есть в этих случаях мы имеем полное право использовать, как ты вначале говорил, авторитет его слова. Но не поддаваться, как мы говорим, не поддавайся на эмоции, когда человек то ли выходит из себя, то ли у него какие-то вот, ну, взрыв чего-то происходит и негатив. То есть мы успокаиваем кулдаун, говорим кулдаун, успокойся, не будь столь эмоциональна. То есть мы вправе, вправе контролировать свои эмоции. Плюс, если мы тем более рождены свыше. Да, но снова же, это идет опыт. Это идет опыт. То есть Бог учит нас, Бог проводит нас через определенные этапы в этом. Для чего? Для того, чтобы мы что-то учились. Я, например, сейчас преподаю по Америке и на Украине послание к евреям. Очень интересное послание. Очень. И если мы смотрим его с позиции культуры того народа, которому оно дано, оно нам говорит очень много. Оно нам говорит за многие вещи. И самое главное, как вы говорите, не расстраиваться, не раскидываться. Другими словами, через опыт, через навык, к нам приходят очень интересные вещи. Через навык, через определенные вещи мы становимся умнее. Мы в чем-то можем понять кого-то. Мы в чем-то можем сделать что-то в нашей жизни. То есть, и не повторить тех ошибок, которые мы когда-то повторяли. Но Бог является учителем. И он учит нас. И вот смотрите, одно место в Писании, оно уникально. Потому что, если мы сегодня смотрим наш перевод этого слова, оно показывает нам маленький негатив. Бог, кого любит, того наказывает. Но, извините, мы понимаем, что наказание это витаминчик R, ремешок, роза и так далее. И получается, довольно интересное место. Кого Бог любит, того и наказывает. То есть, шлепает постоянно. То есть, мне это объяснили когда-то в церкви. Но сегодня, когда я изучаю Писание, когда я смотрю на его оригинал, слово наказание, 150 лет назад, оно имело совсем другое значение. Это перевод греческого слова педагогия. А с еврейского это поучительное наставление. Дисциплинирование. Бог, кого любит, того учит. Божье обучение в нашей жизни. И мы знаем, что отец у евреев был заинтересован отдать все деньги ради того, чтобы сын его был раввином, ученым мужем, то есть, мужем Писания. Он готов был на все ради того, чтобы это было. И поэтому мы видим, что Бог тоже заинтересован в чем-то научить нас. И вот я бы хотел задать сейчас сам себе вопрос. Вот на чем практически строится вот это душепубличительство? И вы знаете, почему? Потому что, если о нем говорит Божье слово, значит, мы можем стать на обетование Божьего слова. Если у Писания нету. Ну, извините, это человеческий какой-то вымысл или человеческая догадка. Но мы смотрим Писание, что оно нам говорит? Что в Писании есть принципы душепопечительства, они описаны. То есть, мы сегодня базируемся на основании Божьего слова, то есть, священного Писания. Другим словом, душепопечение это как помочь человеку. Да, да. Почему страдают верующие люди? Хорошо, ну, здесь мы можем назвать несколько причин. Несколько причин и они очень важные. Ну, если самое первое благословенное, это то, что мы видим, что это в Писании есть. Можно я просто прочитаю место? Пожалуйста, пожалуйста. И мы немножко будем говорить дальше по этому. Это будет четвертая глава Евангелия от Луки и знаменитый 17-18 стишок. Даже можно и 19-й. Ему подали книгу пророка Исаии и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Вот смотрите, друзья, если мы возьмем это место и посмотрим теперь глазами людей, которые получали, то есть евреев, что это место нам скажет? Иисусу подали не священное писание в понятии евреев, не Тору, а ему подали книгу пророка Исаии. И это была глава Гавторот. Что такое Гавторот? Гавторот это замена. Когда в 1774 году до нашей эры сириане захватили Иерусалим, захватили Иудею, они запретили евреям читать и исследовать писание. И под угрозой смертной казни, то есть исследования Торы и обрезания мальчиков. И если учителя ловили на этом, его казнили, тогда что сделали еврейские мудрецы? Они в пророках и в писании нашли места, которые по теме соответствовали недельным главам чтения Торы. То есть и они назвали это Гавтора или замена и в множественном числе это Гавторот. И когда в 164 году до нашей эры Иерусалим освободили, евреи приняли решение читать и Тору и Гавторот вместе. И вот по этой главе мы можем даже узнать день, когда Иисус это делал, потому что эта глава читалась в определенный день года. И вот смотрите благословение, что Писание говорит. Оно говорит интересные вещи, что Иисус говорит Дух Господень на мне, ибо Он помазал. То есть понятие помазания, что это такое? Бог со мной, Бог благословляет, Бог действует в моей жизни. Так для чего Он помазал меня? Благовествовать нищим. И в данном случае здесь слово нищие это не те люди, которые просят на улицах. Но еврейский более толкование говорит о том, что это люди, которые чаяли освобождение Израиля. Это люди, которые желали милости Божьей. Это люди, которые переживали за это. И Писание говорит о том, что благовествовать этим людям. Дальше. Послал меня благовеств и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, разбитые сердца. Я сегодня задаю вопрос Господи, сколько сегодня этих разбитых сердцей в жизни? Сколько сегодня людей с мира приходят в Церковь Божию для того, чтобы получить покой, для того, чтобы получить эмоциональное исцеление в свою жизнь? Я был свидетелем неоднократного явления, когда люди приходили ко мне для того, чтобы выйти на ту проблему, для того, чтобы решить эту проблему, найти корни этой проблемы, для того, чтобы получить благословение, для того, чтобы получить покой, для того, чтобы получить исцеление их жизни и их сердца. Дальше. видим то, что Писание говорит для нас. Проповедовать пленным освобождение. Пленные это люди тоже интересные. И если мы знаем, что пленники, которых завоюют войной, это одно, но есть пленники, которых обманули, которые сегодня живут в обмане. И сегодня самый большой обман – это свобода. Когда-то я делал одну интересную проповедь по теме «блудный сын». Мы не знаем разговор, который был у отца с сыном. Мы не знаем их взаимоотношений. Хоть эта притча говорит о отношении Бога и людей, но для меня Бог как бы пророчески дал это как бы отношение в семье. Что он ушел? Что его не удовлетворило в домовоотчем доме? Что повлияло на него? Что заставило отца отдать ему половину имения? Что? И сегодня очень часто я наблюдаю наши семьи, верующие семьи, где нету мира, где нету ничего. Почему? Потому что многие библейские стандарты, они нарушены. И сегодня очень много людей, они являются пленными, они хотят свободы. Они вырываются на свободу, они идут на свободу. Но, извините, свобода, это для них ничего хорошего не принесло. Почему? Потому что полного понятия свободы мы не найдем нигде. Везде, во всех странах, во всех демократиях, во всех, как говорится, книгах всех священных писаний, которые есть в мире, есть только ограниченная свобода. Свобода, ограниченная рамками священного писания. Почему? Если мы смотрим священное писание Библию, мы видим, что только когда человек ограничивает себя, этими рамками Бог благосставляет его. Это мы видим семья. Если мы ограничиваем себя рамками священного писания, Бог благосставляет нашу семью. Это поклонение Богу. Бог благосставляет наших детей. Бог благосставляет наше мышление. Бог дает нам хорошие советы. Бог дает нам возможность помогать другим людям. Это все есть в священном писании. И поэтому, когда мы сегодня говорим людям о том, что Бог говорит, что сегодня Он дарует пленным освобождение, людям, которые через какие-то вещи попали в плен, людей, которых обманули, и снова же обманули через нашу мысленную сферу. Но если у нас будет время, мы еще поговорим. Ну так, идем дальше. Отпустить измученных на свободу. Хорошо. Слепым прозрением. Слепым прозрением. Слепые разного характера. Слепые это, которые ничего не видят, но мы сегодня видим, но Бог исцеляет и этих людей. И слепых духовно. Почему? Потому что темнота ослепила их. Люди жили в темноте духовной. И в многих контекстах Писания Бог говорит, я свет миру. Почему я и свет миру? Потому что свет освещает. Свет показывается в истинном положении, в котором есть вещи. Свет никогда не пугает. Свет дает человеку радость. Когда ты идешь при свете, ты не боишься, что ты где-то спотыкнешься. Потому что свет освещает все. И Писание предлагает людям выходить на свет. Писание предлагает людям, будем так говорить, духовное исцеление. Как говорится, из слепоты в новое место, где ты можешь видеть, где Бог благословляет тебя. Отпустить измученных на свободу. Да. Измученные. Кто это? И мы сегодня знаем, ну в большинстве я говорю, что это люди, которые имеют определенные зависимости. Это люди, которые имеют алко-наркозависимость. Это люди, которые зависимы тоже от определенных людей. Люди, которые зависимы от мнений определенных людей. Это тоже оказывается довольно сильная зависимость. Потому что человек ничего не может сделать без контроля того человека, ну от которого он зависимый. И у меня был однажды очень интересный случай. Я приехал в один из репцентров города Нововолынска. Ну, я приезжал каждый из них по два дня. И туда привезли одного из моих друзей. То есть еще старых друзей по миру. Это был наркоман с 20-летним стажем. И когда его привезли, мне сказали, Юр, завтра ночью у него должна начаться ломка. Я говорю, ребята, хорошо, пожалуйста, разбудите меня только когда это начнется. И они меня разбудили. Это где-то было около начала пятого времени, утра. И когда я зашел в эту комнату, я увидел человека, который не кричал, а уже рычал. Понимаете, это было что-то страшное. И я начал молиться. И я понял, что, извините, моя молитва до потолка. И внутри я молюсь и говорю, Господи, что мне делать? Господи, что делать? И Дух Святой отвечает, ложи руки, молись на языках. Я просто положил руки и начал молиться. Через 10 минут человек, у которого была ломка, спал, как младенец. Смотрите, Бог сегодня предлагает. И в Писании есть одно очень интересное слово. Очень интересное. Это соединение. То есть, знание. Знать. У слова знать есть два значения. Это греческое и еврейское. Если в греческом это просто знание, в иврите это соединение воедино. И познал Адам жену свою, как говорится, Еву. Ну, двое стали одним. И вот это слово, оно очень интересное. Почему? Потому что, когда человек приходит к Богу с целью, раз и навсегда рассчитаться с этим и служить Ему, Бог освобождает моментально. И я был свидетель ни одного такого освобождения. Такое же произошло и у меня. Я всю жизнь курил с 5 лет. И получается, когда я второй раз пришел в служение, мне подарили маленькое Евангелие. Его привезли где-то с Польши. Человек мог за него получить хороший срок, за то, что он привозил. И дали мне почитать. Я его мечтал, не знаю, несколько лет хотя бы увидеть, не то, что прочитать. И вот мне дали. В комнате отец, ну, извините, который люто ненавидел верующих. Я думаю так, я залезу в ванную, взял две сигареты, думаю, почитаю, покурю. Я взял две сигареты, залез в ванную, одну сигарету в зубы только поджигать, внутренний голос. Юра, оставь. Я говорю, Господи, пробовал полчаса и стенка. Голос повторился, Юра, корона не упадет, оставь. Я положил сигарету, оставил. И вы знаете, в тот момент я не знаю, что произошло. Я только уже сейчас начал додумываться, что это. Писание, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть вера это результат и действие по Божьему Слову. И в тот момент, когда я согласился с тем, что он говорил, он забрал у меня желание. Другими словами, то же самое происходит с теми ребятами, которые приходят в центры. Если человек приходит с целью рассчитаться с этим грековным и соединиться с Богом дальше, Бог его освобождает. Но ты говоришь, ты уже к крайности пошел. Давай перенесемся в плоскость, потому что зависимые ребцентры и прочее, это уже, будем говорить, крайность. Хорошо. Почему в плоскости нашего христианства, ежедневного христианства, почему в обществе верующих, рожденных свыше людей, так много встречается проблем? Почему в семьях, которые регулярно, еженедельно, если не ежедневно посещают церковное богослужение, массово слышат Слово Божие? В рамках Америки это намного больше, чем в бывшем Советском Союзе. Включаешь радио, здесь слово, телевидение слово, интернет слово, каждое воскресенье слово. Обилие такого слова, настолько Слово Божие вселяется обильно, его много, что диву даешься. Почему мы должны, в принципе, быть, постоянно в духе ходить, постоянно ходить в победе, то, о чем ты говоришь, постоянно ходить в вере, в вере, постоянно жить победоносной жизнью. Почему мы скачкообразно проводим свое служение Богу? Up and down, up and down. Хорошо. Это первое, смотри, затем, держи мысль, затем, я верю глубоко, Юра, что той благодати, которую мы получили, у тебя был процесс возрождения или процесс обращения к Богу. Ты назвал его, ты не назвал, но я так себе сформулировал, молниеносно или революционно. И это по Писанию. Я понимаю, в революционное рождение свыше. Я не понимаю так, что ты начал, ты говоришь, курить в день по пять сигарет, когда ты пришел к Богу, ты начал курить по три сигареты. Через год ты начал курить по одной сигарете. Писание говорит, кто крал, впредь не кради. То есть это как обрубил. Если блудил, впредь не блуди. То есть если изменял жене или мужу, впредь не изменяй. Ты получил другую природу, у тебя другое мировоззрение, ты стал другим совершенно человеком. Может, внешняя, только внешняя оболочка осталась та же, но внутренность совершенно другая. У тебя другие ориентиры, другие интересы, другие цели, другие приоритеты. У тебя все другое. Почему я глубоко верю, я более доверяю слову, кто крал, впредь не кради. Это так просто. Благодать, она такая практическая и простая, что мне не надо уговаривать. Ну ты же не кради, ну ты же там не блуди, ну ты же, пожалуйста, не кури. Если это продолжается, огромный вопросительный знак. Рожден ли ты свыше? Являешься ли ты дитем Божиим? Являешься ли ты сыном или дочерью Божией? Поэтому мы давай перенесемся в область чисто наших практических взаимоотношений. Ежедневных, возможно. Почему оно зачастую столь, если оно не столь ярко выражено в воскресном богослужении, когда все хорошо и красиво поет хор, но оно ярко выражено, оно ярко выражено в пределах нашего дома, нашей семьи, где никто не видит, братья не видят, где члены церкви не видят, а я пастырь или епископ, где пастырь не видит, а я рядовой член церкви. Тебе слова нет. Хорошо, спасибо. Это очень интересные вопросы. Хорошо. И я бы сказал бы так, что получилось у меня. Когда Бог дает силу, то есть люди приходят с мира. Люди приходят с мира и, ну, вы знаете, люди как куклы-марионетки. Их вела одна сила до одного момента, когда люди, извините, сами по Божьей милости отдали эти, как говорится, бразды правления в руки Божьи. Тогда уже Бог начинает вести, давая силу. Я понимаю, ну, здесь нету дерева, но если на дерево провивают веточку, веточка не из этого дерева, но когда ее провели, она начинает питаться соками, который идет от корня, который идет в ствол, который идет с ветви в нее. И она начинает жить жизнью этого дерева. То же самое получается, когда человек соединяется с Богом или желает соединиться с Ним. Другими словами, он получает другую натуру или природу, как вы говорите. Дальше, он получает силу, он получает благословение. Я не знаю, почему в жизни других людей происходит, ну, немножко не так. Я не знаю. Но, с другой стороны, я знаю, вот недавно я был в одном городе. Я не называю город, я не называю имена. Молодой парень, благословенный парень. Ну, извините, красавец, спортсмен. И он приходит ко мне. И он делится своей проблемой. Страх. Страх пришел через проповедь. Через проповедь людей, которые говорили об этом. Вы знаете, ну, Бог благословил меня когда-то. Я что-то качал в своей жизни. Я никогда не проповедую в церкви о том, что делаем я или мы. Для меня слово «я», «мы», они ушли давним-давно. Для меня одно понятие «Бог». Я люблю смотреть на Божью работу. Я люблю смотреть на Божью милость. Я люблю смотреть на ту силу, которую Бог дает для нас. Я люблю смотреть на тот даже, когда тот или иной апостол дает обличение, что он говорит перед этим. Вот смотрите, пример. Первая глава второго послания Петра. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание». То есть познание – это через слияние воедино. Другими словами, когда мы соединяемся с ним воедино, он дает силу, он дает благословение, он дает все. И дальше потом он говорит, а теперь, когда вы соединены с ним, когда вы имеете обетование, когда вы имеете силу, когда вы имеете Бога как эту силу, а теперь покажите вере вашей добродетели. Вот теперь, когда он показал, что мы имеем, извините, а человеку важно показать, что мы имеем. Потому что многие люди не знают. И сегодня, извините, иногда кафедра обкрадывает нас. Почему она обкрадывает? Она говорит, да мы такие, да мы всякие, да мы бедные, да мы ничтожные, да мы уродливые, да мы вообще, извините, жить не хочется, когда послушаешь некоторых таких проповедников. Но когда ты смотришь, что делает Бог в твоей жизни, когда ты смотришь, когда Он тебя поднимает, извини, когда Он с болота поднимает тебя и ставит на твердое, Когда он омывает тебя в твоей крови, когда он дает тебе одежды праведности, и ты понимаешь, что в нем ты праведный. Когда он тебя усыновляет, и не только усыновляет, и в его труде он тебе дает маленький удел. Другими твою часть, которую ты делаешь. Господи, сегодня человек, который, ну извините, когда-то был ниже Плинтуса опущенный Божий соработник. Я понимаю, эта проповедь, она окрыляет. Эта проповедь дает силу. После этой проповеди люди готовы идти и сражаться. То есть, отвечая на мой вопрос, ты видишь огромный недостаток. Как ответ на мой вопрос о том, почему все-таки, почему мы up and down, up and down, up and down. Отвечая на мой вопрос, ты говоришь, что есть недостаток в том, что преподается с амвона святого. Да, это раз. Во-вторых, если бы нам дали бы кушать свежую пищу, а туда примешано немножко пропавшее. Или же устаревшее что-то. Но, снова же, мы бы это не кушали. Я сегодня снова смотрю, мы любим что-то новое. Мы любим, как говорится, новые здания, мы любим новые машины, мы любим новые методы работы, как говорится, на работе в других местах. А в церкви у нас методы старые. Извините, у нас двухсотлетние методы, которыми мы работаем. Молодежь у нас вообще не заинтересовывается. Извините, когда молодой человек приходит в церковь, он задает вопрос, а что я тут делаю? А что я тут делаю? Я помню, в нашей церкви почему-то нас заинтересовывали. Мы молодежь, мы бежали в церковь. Я, например, бежал, потому что я знал, что я сегодня приду, и я что-то получу новое. Это одно. С другими словами, все цивилизации мира, все, буквально все, они работали с молодежью. Все. Извините, единственная церковь, она практически не работает с молодежью. А что мы хотим, какой результат? Дальше, есть другие проблемы. Ну, я уже немножко сказал за остаточное, то есть человека с мира. Человек, который отсидел, ну, определенный срок в зоне. Он приходит, и когда он, как говорится, что-то делает, он старается превратить церковь в зону. Извините, церковь – это не зона. Церковь – это божья церковь. И один человек сказал, очень мудрый человек, если Бог является отцом, церковь является матерью. А мать – это та, которая дает жизнь детям. И не только дает жизнь, но и греет, и кормит, и благоставляет, и одевает, и заботится о них. То есть мы понимаем, люди приходят в церковь, и церковь, как мать, она должна заботиться за этих людей. Я с тобой соглашусь до определенного периода. Знаешь почему? Посволь подискусировать. Хорошо. Я соглашусь, когда церковь находится в среде, когда церковь влияет на общество, и приходят новые люди, новые люди, новые люди. То, о чем ты говоришь, это в идеале. Но, по большому счету, если мы говорим за североамериканский континент, я статистику провел в одном из городов специально в Америке. Большой город, масса, сотни тысяч, почти нашего славянского народа, оцерковленных или воцерковленных. Те, которые в церквах. За год два человека пришло. За год в огромном городе, в Америке, два человека пришло из мира. И то, по-моему, один возвратился, был блудным сыном. Два человека. А было крещено, крещено детей, так сказать, ДВР, детей верующих родителей, там 350 или 355. Это те, которые дети выросли и пришли. То есть, то, о чем ты говоришь, когда приходят масса проблем, масса нужд, масса рюкзаков или булыжников на плечах. Очень много. Да, там очень усиленно надо работать. Но, когда мы видим, что из года в год, переходя в наших устоявшихся уже таких церквах, проявляются те же самые проблемы. И недостаток душепопечения, а проблем не уменьшается. Казалось бы, с опытом нашей христианской жизни, имея экспириенс 50 лет жизни или 70 лет жизни в церкви, или со дня с молоком матери ты веру принял, и ты христианин. И все равно масса проблем, все равно масса страданий. И мы с ними боремся как-то, преодолеваем. Некоторые капитулируют перед проблемами. То есть, вот о чем я говорю. Вот почему я соглашусь с тобой до какой-то определенной черты. Если говорить по большому счету, то, о чем ты говоришь, оно имеет место, как мы говорим, в той среде. Вот я встречался на днях с человеком, он возвратился из Киева. Церковь известного пастыря в Киеве, она за каждые три года, она удваивается. Она удваивается, удваивается. 1200 человек, по-моему, в прошлом году 132 человека новых крестили. Позапрошлым, по-моему, 117 или 118. Это каждый год. Да, там масса, то есть, там настолько надо углубляться в вопросы душепопечения, несомненно. Но, переходя, как я говорил, в область Америки, что ты скажешь на этом? Хорошо, Юра, это очень хороший вопрос, и я готов на него ответить. Во-первых, что и кого мы учим. Это раз. Если, например, я был во многих церквях на Украине. То есть, я был в служении ИШЛ, это его анализационная школа лидеров. Мы ездили по церквям 22 недели в году, мы проводили его анализационные семинары, мы выводили людей на улицы, мы показывали, как это делать. Потом понемножку мы передавали, как бы, инициативу и власть в руки наших студентов. И впоследствии они уже сами, вот пятница, они это делали. Хорошо, если мы учим людей великому поручению, если, извините, ну, давайте мы возьмем слово проповедь. Что это такое? Это не то, что мы сегодня делаем в церквях. Это у нас просто рассказы на тему, которые мы... То есть, мы знаем, что греческое слово «кирухма» — это послание посла. Как? Это посол идет и говорит другой государственной. Это я от самого Господа принял и передал, то, о чем апостол Павел говорит. Да. И мы смотрим, если молодежь учат. Ну, почему в нашей церкви были ДВРовцы, которые с удовольствием проповедовали Евангелие? Несомненно. Почему? А в других церквях они вообще боялись что-то кому-то сказать? Почему? Вопрос, оказывается, зависит от того, что мы учим и как мы учим. Как мы наставляем? Что мы делаем? Что мы, как говорится, даем в жизнь этого человека? Да, мы можем... Знаете, мне очень нравится одно выражение Мухаммеда. Каждый человек рождается с чувствами единобожия, но мусульманинам, христианам или язычникам его делают люди. Так же само в церкви. Активным членам церкви или пассивным делаем мы. Почему? Если, например, я понимаю, что сегодня в церкви должна быть примерно такая схема. Проповедуется Божье Слово. Оно в самом верху. Оно должно мотивировать меня. Почему? Потому что если Слово Божье через проповедника, оно меня не смотивировало, значит, я просто зря просидел в служении. Все. Я понимаю так. Дальше. Слово промотивировало меня. Значит, на что? Чтобы я делал что-то. То, что сказало это Слово. И когда я сделал это дело, значит, я снова вертаюсь к Божьему Слову. Потому что мне снова нужна мотивация. Божье Слово должно возбуждать нас. Божье Слово должно вести нас. И одна из проблем наших церковь есть в том, что у нас сильно много свободного времени. Сильно много. И вот в Библии есть очень интересное слово. Это козни дьявола. Что это за козни дьявола? Это греческое слово метод. Метод, которыми силы зла, они валят наших людей. Чем они валят? Мысленная борьба. Когда разум человека не занят. Или он спокойно отдыхает, как Давид прогулялся по крыше. Или в Фейсбук. Ну да. Или в Фейсбук. А там в Фейсбуке можно найти все. Но я говорю за другое. То есть, когда наш разум свободен, туда начинает лететь куча ненужной информации. Да, да. И сегодня психологи сказали, что в день в разум человека летит 10 тысяч мыслей. Американцы сегодня сказали 40 тысяч. Ну извините, 40, ну давайте не будем 40. Давайте возьмем, как Ешел и Вае учат. Всего три мысли. Всего три. Одна из них взяла действие. Значит, что получается? Наш разум, наш разум это контролер. Это контролер нашей души. И Писание говорит, что мы должны обновляться, наш разум должен обновляться Божьим Словом. И когда он обновляется Божьим Словом, значит, он принимает то, что говорит Божье Слово. И он стоит на контроле. И если приходит этот помысл, и он хочет войти в наш разум, наш разум говорит, слушай, дорогой, ты не с этой парафии до свидания. Ты не на родину. Да, он его просто-напросто отметает. И оно даже не попадает в наш разум. Даже в наши мозги. Но давайте мы представим, когда наш разум не обновлен. Когда, извините, у нас много свободного времени. Мы не интересуемся Божьим Словом. И вот пролетела мысль. Она вскочила в наши мозги. То есть это уже называется не чья-то мысль, не помысл. Это уже называется со-мнение. То есть обоюдное мнение мое и чье-то. И вот теперь это обоюдное мнение. Я уже начинаю думать. Я уже начинаю обогревать его. Я уже начинаю соглашаться с ним. Но оно не остается в моих мозгах. Оно идет дальше в мою внутренность. Оно материализуется. Да. Оно идет в наши эмоции. Оно чувства. Оно давит нашу волю. И мы часто видим верующий человек духовно парализованным. Или в депрессии. Или в разочаровании. Говорит, господи, ну почему это? В Библии есть очень много примеров. Я извиняюсь, мы уже много говорили. Ничего, ничего. В Библии есть очень много примеров того, когда Писание говорит нам о том, что церковь должна быть активной. Активной. Она ее равняет как армию Христа. Но армия всегда активная. Армия изучает стратегию врага. Армия учится хорошо владеть своим оружием. И армия ведет наступательные действия. Далее мы видим 25 глава Ивановича Матвея. Описана еврейская свадьба. Именно еврейская свадьба. Боже, как я люблю еврейскую свадьбу. С ее непредсказуемостью. Почему? Потому что там жених не идет напрямую к невесте. А он пока обойдет все города. Потому что его праздник. Это его праздник. И даже раввинская поговорка говорит, что если раввин услышит звук свадебного барабана, он должен оставить из учения Туры, выйти и провести молодого. И говорится за ожидание. За ожидание. То есть Иисус хочет видеть церковь свою в ожидании. В активном ожидании его. И такие места мы можем найти, как говорится, много в Священном Писании. Бог хочет, чтобы его церковь была активной. Для чего? Потому что он понимает прекрасно. Пассивность человека, она ведет к падению. И если мы видим пассивного человека, 50% это уже человек готов к падению. Почему? Потому что он не проявляет активности. И мы видим вот Давид. Армия пошла воевать. Давид решил погулять по крыше. Ну, погулял. Я не буду говорить результат, вы его все прекрасно знаете. И поэтому, благословенные, самая первая проблема, которая есть у верующих, это доверие или недоверие Писанию. Почему? Вопрос номер два. Человек услышал, что он есть оправданный. Ну, извините, оправданный он кем? Собой? Нет. Оправданный Богом. И получается, человек говорит, слушай, ты оправдываешь? Не, 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 не. И получается, мы читаем, Царство Божие, это не пища питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Откуда будет радость в Святом Духе, если человек не уверен в Божьей праведности? Однажды у нас был семинар, это было в Запорожье, было 9 мая, все были в праздничном, все, и мы вышли для того, чтобы проповедовать. Мы встретили одну молодую пару, у них был маленький ребенок, ну и мы начали говорить им о Христе. И он так лукаво посмотрел на меня, ты хочешь сказать, ты праведный человек? Я говорю, слушай, дорогой, вот смотри, на мне белая рубашка, правда, сейчас, извините, черная. Но тогда это было белая. Я говорю, смотри, если бы я взял бы эту рубашку сейчас, потоптал бы в грязь, вымазал, вот это моя праведность. Ну, говорю, слушай, сегодня 9 мая, тебе подарок сделали? Да. А сколько ты заплатил за этот подарок? А что я должен за него платить, это подарок? Я говорю, вот то же самое. То, что есть у меня, это Божья праведность во мне. Это Христос заплатил цену, свою жизнь за это. И подарил. И дал мне, да, как праведность, как подарок. Я сегодня хожу в этом. Но вы знаете, благословенный, величайший обман сатаны является в том, что мы смешиваем два этих понятия, приписывая их себе. И если где-то что-то не так, да какой я праведный, да что другое? И сатана обманывает. И потом, когда у тебя где-то какое-то испытание, он тебе скажет, слушай, да какой ты вообще праведный? Да, мужик, посмотри в зеркало, посмотри в зеркало, посмотри на реальность. И вы знаете, есть у меня тоже в семинаре одна очень интересная тема, вот как раз по шестой главе Ефесянам, там говорится защит веры. То есть в эти минуты, в эти минуты, когда летят эти огненные стрелы, я сейчас не рассказываю, что это, откуда, для чего, но прикрыться этим щитом. Почему? Он гасит эти стрелы. Эта стрела, даже если чуть-чуть коснется тела, она раскаленная. Это будет страшная боль. Но ты прикрываешься щитом веры, и ты говоришь, меня не интересует, что я вижу, чувствую сейчас. Я знаю то, что Бог сказал, и Он это исполнит. Юра, мне подсказывает, у нас потрясающе интересная тема, вот, спасибо тебе. Подсказывает, что осталось несколько минут. Ты видишь сейчас, как пролетело. Знаешь что, следующий эфир мы проведем, почему-то меня ложится на сердце. Из восьми областей человеческой боли старость сопричисляется к одной из восьми областей человеческой боли. Это, то есть, человеческих страданий, старость. Я думаю, что мы проведем с тобой разговор на тему, как бороться и можно ли бороться со старостью. Является ли это недостатком человеческой жизни старость? То есть, я думаю, что это будет благословение. Почему? Потому что очень много старших людей сегодня встречается с нами на разных континентах. На разных, в Европе и в Америке, тем более. И вот мне ложится на сердце именно вот эту тему понять. Насколько мы можем плодотворны быть в старости, эффективны даже в старости быть. Глядя, например, некоторых пожилых, наших родителей, как мы говорим, поколения, которые уходят. Мы видим, что до конца, до рубежа своих дней жизни, они настолько активны в теле Иисуса Христа. Другая же часть ожидает, так сказать, ССА и ожидают, когда Господь придет за нами. Поэтому мы об этом специально поговорим. Твой телефон. Эрия код 916. 916. 517. 517. 02. 02. 64. То есть, 916. Да. 517. 517. 02. 02. 64. 64. Друзья, я так понимаю, что вы можете заказать семинар. У тебя много семинаров на разной теме. Да. Позвони по этому телефону. Здорово. Огромное спасибо. Бог да благослови. Спасибо взаимно. Мы будем встречаться с тобой. Друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». С нами был Юра Аскеров. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Аминь. Будьте благословены. Аминь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!